Привет всем! Сил не отсмотреть на обсуждение вопросов по поводу визита Кота Базилия и Лисы Алисы в гости в Украину. Понятно, что для них это именно поле дураков, где каждый, по их мнению, кто Буратино, закапывает тут государственные золотые монеты. Я уже рассказывал о том, как они паслись еще со времен Ющенко. Система подбора кадров не поменялась вообще. Зачем они приехали? Они проводят смотрины нового кандидата в президенты. Им нужен новый человек. Как проходят смотрины? Собирают в круг политическую тусовку, смотрят на рабов и проституток, потом кого-то могут пригласить в комнату для уединения. Если кандидат подойдет, его могут позвать в США, или в Польшу, или в Великобританию. Именно там в итоге будут проводить тщательный досмотр, возможно, с пристрастием. Что важно для них? Все очень просто. Наличие слабости у человека, его состояние зависимости и закомплексованности. Если есть хронические заболевания, это идеально. Желательно не очень хорошее образование, лучше экстерном или вообще курсы. Человек должен быть настоящим патриотом доллара и прислушиваться к чужому мнению. Если человек демонстрирует свое знание, а не слушает их мнение, это уже огромный минус биографии. Именно по этим причинам визит гастролеров-сутенеров начался с встречи с фракциями. Им важно было понять, какой плотности и консистенции политические выделения в стране. После этого непонятный жест в сторону церкви. Спишем это на слабости и корни Блинкина. Так скажем, тоска пара дней. И в финале встреча с президентом Украины. Ну, во-первых, они привыкли к тому, что президента назначают они. Так было с Ющенко, так потом было с кандидатом Кличко, за него тянула Меркель, Турчинов, за него тянул Блинкин. Порошенко, за него тянула Нуланд и просил Квасневский. Кстати, и Янукович также был обласкан их вниманием, так как Квасневский был подглядывающим за Виктором Федоровичем. Из всего, что я рассказал, выводы можете делать сами. По сути, их визит был ради того, что именно их судьба решалась в Украине. Будут ли они прикуривать от бюджетов, поставят ли они своих людей, снова Турчинов, Фицинюк, Порошенко. Также им важно было, чтобы не было никаких попозновений по семье Джо Байдена и тем более фактажа из Украины. Ну и напоследок, Блинкин это очень качественная политическая пьявка в Белом доме. По твердости зубов и гибкости она, наверное, лучшая в своем виде. Вопрос в другом. Как он стал генеральным секретарем? Очень просто. Именно он и его адвокаты курировали выборы в США и все связанное с этим фальсификацией. Именно они смогли отстоять победу белого господина. Назначение на должность это и есть плата за услуги. А вот дальше грабь и зарабатывай как хочешь в колониях. Я думаю, что нас ждут новые выборы. Просто потому, что США не терпят нестабильности в своих починах. Удачи! Подписывайтесь на канал. Будем мы дальше следить за развитием событий. Ваше желание!